В новом учебном году самарские школы готовятся принять 128 тысяч детей, из которых 15 тысяч первоклассники. В образовательных учреждениях города прошли проверки, по итогам которых все школы, детсады и организации дополнительного образования признаны готовыми к безопасной и комфортной работе. Совсем скоро будет 1 сентября, день знаний. Мы, конечно, с нетерпением ждем наших школьников и проведена достаточно серьезная работа по подготовке школ к новому учебному году. Мы традиционно ремонтировали пищеблоки и столовые, мы ремонтировали кабинеты и кровли, мы ремонтировали спортивные объекты и ограждения и много-многое другое. Безусловно, все учебные заведения, это касается и общеобразовательных школ, и дошкольных учебных заведений, и школы искусства, спортивные школы, все прошли проверку и абсолютно все признаны готовыми к новому учебному году. Капитальный ремонт пищеблоков и обеденных залов провели в 34 образовательных учреждениях. В 139-й школе давно задумывались над тем, чтобы отремонтировать обеденную зону. В этом году учащиеся смогут по достоинству оценить преображение. Я думаю, что вот этот обеденный зал, он создаст и настроение, и такую ауру особую, потому что вообще я считаю, что когда ребенок, когда человек входит в школу, в школе должно пахнуть вкусно. У нас, в общем-то, пахло всегда вкусно, но вот внешний вид обеденного зала был, конечно, немножко тоскливым. Руководство 42-й школы обратило внимание не только на обеденный зал, но и на пищеблок. По словам директора, кухня давно уже нуждалась в капитальном ремонте, так как здание находится в эксплуатации уже около 80 лет. Естественно, технологии строительства 36-го года не сопоставимы с нынешними. И, конечно же, наша задача была, в первую очередь, модернизировать коммуникации и продумать более эффективное использование площадей. В 31-й школе капитально отремонтировали кабинеты, спортзалы, кровлю и ограждения. А в Самарской школе номер 144 к 1 сентября отремонтировали все объекты, относящиеся к входной группе. В этом году департамент образования, администрация городского округа Самара выделил средства. И были отремонтированы входные группы, была отремонтирована отмостка и положен частично асфальт. По распоряжению главы города в связи с начавшимся ростом числа заболевших коронавирусом, в школах сохраняется контроль температуры перед началом занятий. Все учреждения по-прежнему должны оснащаться средствами дезинфекции и устройствами обеззараживания воздуха. Александра Гусева, Григорий Плешаков. События.